Мэр Новосибирска недоволен темпами ямочного ремонта в мегаполисе. Об этом сегодня Анатолий Локоть заявил на встрече с журналистами. Мои коллеги решили выяснить, какие суммы выделены на приведение асфальтного полотна в порядок и как водители оценивают работу дорожных служб. Светлана Шевченко продолжит тему. Раннее утро на дорогах пробки. Люди опаздывают на работу. Житель троллейного жилмассива Николай уже никуда не торопится. Мужчина пробил колесо автомобиля, качает шину. Когда заметили, что у вас колесо свернуло? Два. А до этого нормально ехали? Водитель не знает, где именно пробил колесо, говорит на каждой второй улице ямы. Примерно в 50 метрах отсюда ведут дорожные работы. Сегодня на улице Троллейная 130 полным ходом идет ремонт зоны пешеходного перехода. Горячий асфальт кладется традиционным методом. Такое покрытие обещает прослужить два года до проведения капитального ремонта дорожного полотна. Несмотря на ремонт, движение машин продолжается в обычном режиме. У нас ситуация такая, что зона пешеходного перехода, и на ней имеется разрушение асфальтобетонного покрытия. Сейчас здесь происходит подготовка, то есть зарубка разрушенных мест, так называемые карты подготавливаем. Потом будет производиться обеспыливание, дальнейшее будет производиться проливка связывающими веществами, битум нефтяной дорожный. Ну а потом уже будет производиться укладка дорожного асфальта. Укладку асфальта здесь завершат до конца рабочего дня. Далее у этой бригады по плану ремонт дороги на улице связистов. Пока ямы там засыпали асфальтовой крошкой, однако в городе множество мест, которые пока еще остаются без внимания. У нас все плохо. Не только Ленинский район. Мне кажется, у нас просто весь город в таких дорогах. Одни кочки, ямки. Ну, плохое состояние. Ужасное. Вы замечаете, что власти делают ремонт дорог? Да, частично я видела, работы идут. Ужас, ужас. Почему? Колеса меняем вообще капец каждый месяц. В основном они как выпилят дырочки, вот ямочный ремонт мелкий который. Вот они стоят долго-долго. Пока в городе латают ямы на дорогах. Скоро начнется ремонт капитальный. На эти нужды выделили 2 миллиарда 300 миллионов рублей. В планах до августа реконструировать почти 39,5 километров дорожного полотна. Контрактов на октябрь-ноябрь нет. За неделю в городе отремонтировали 1% планируемого объема. Подрядчики приобрели стройматериалы и они вышли в сезон подготовленные. То есть основные материалы это щебень, это песок, это асфальтобетонные смеси, которые будут производиться на заводах в нашем регионе. Поэтому с этой точки зрения мы каких-то серьезных рисков не видим для того, чтобы работы были произведены вовремя и с определенным качеством. Даже при наличии материалов и рабочей силы на некоторые магистрали дорожники не выйдут. Например, улица Котовского в этом году без нового асфальта. Летом СГК будет капитально ремонтировать теплотрассу. Дорожные работы перенесли на 2023 год. Власти подготовили лист ожидания. Светлана Шевченко, Константин Менин, Новости ОТС.